Вот вы скажете, как Господь проклинает? Очень просто. Вот, допустим, если ты не хочешь нормальной жизни, мучиться по-человечески, не хочешь, тогда Бог тебе даст очень много... Он тебя медом обольет просто. Тебе так хорошо станет жить, вот просто медом все обольется, и ты, Господи, как хорошо-то, а! Ну просто все в меду будет, понимаете? Это проклятие. Бог говорит, хочешь мучиться, мучайся. Ты что, какое-то мучение? А к ней иногда люди говорят, Олег Геннадьевич, вот мне муж пришел, говорит, ты лекции свои слушаешь? Верно, все. А я в экстазе, наслаждаюсь жизнью, вот бросил тебя, и мне хорошо. Это только начало лета, это только начало лета, и нашей любви. Знаете? Бог всегда так дает проклятие. Он сначала дает сладкий вкус, человек привязывается сильно. Чем лучше человек, тем больше привязывается он. А потом хрясь. Бросают его, и он страдает очень сильно. Почему? Потому что он сам бросил. Вот нитку, когда ты вырываешь, вот человек вроде тебя не сильно любит, да? Ты его бросаешь, что ты делаешь в это время? Ты ниточку, вот попробуйте уйти от близкого человека. Не уходится, да? Я, говорите, я от тебя пытаюсь уйти, что ты меня держишь? Да не держу тебя, уходи. Не могу. Это Бог держит, понимаете? Это его семья. Это он создал для детей, для вас, вот вашу семью он создал. Бог. И он держит. Вот эту ниточку, это его энергия божественная. Родственное отношение, божественная энергия. Не наша, не мы держим. Бог держит. Мы не создавали эту ниточку. Человек не может... Вот попробуйте кого-то полюбить. Вот одна девушка ко мне подошла и говорит, парень хороший, а что-то любить не могу. А это не твоя сила вот любить. Это Бог дает возможность любить. И так вот есть семья, есть отношения, естественно, там есть отработка судьбы, если божественная. Если люди не верят в Бога, не молятся, не очищают себя, потому что нужно очищать свое сердце постоянно в отношениях с близким человеком, иначе оно сквернится грязью, которую ты видишь на близком человеке. Тебе противно с ним будет жить. Почему? Потому что ты увидела от него свою судьбу, она тебя испортила, счастье, и все, и ты разочарован. Поэтому молитва, она что делает? Она успокаивает сердце, ты прощаешь, потом идешь вперед дальше, и таким образом становишься мудрецом. Мы живем не с человеком, а со своей судьбой. И какая судьба дана, мы ее отрабатываем, живем, становимся мудрее, и потом получаем счастье. Много счастья можно очень получить, если честно, жить на этой земле. Но эта земля не предназначена для счастья, она предназначена для труда над своей душой. Так здесь все устроено. Если вы хотите знать, где счастье, как устроено, вот в раю, допустим, там другая жизнь. Там никто никого не предает никогда, там даже работать не надо, понимаете? Там люди просто, они такие, ля-ля, тру-ля, пам-пам-пам-пам, рам-пам-пам. Там продукты не портятся, фрукты большие висят. Вот как «Незнайка на Луне» фильм был там. Вот прямо на Луне точно это, как бы, прямо райскую планету показали. Большие фрукты не портятся, можно есть там. Они все нектарные, то есть они повышают настроение. Люди живут друг с другом, девушки очень красивые, мужчины очень такие сильные, разумные. Счастливо живут. Ни домов не надо, ничего. Погода очень хорошая. Травка мягкая, можно спать на ней прямо, как на постели. Рай описан в ведах. Все хотят в рай. Не надо хотеть в рай. Надо хотеть выполнять свой долг здесь на земле. Первое место тебе дадут судьи. Когда в тонком теле повеснешь над своим телом, там будет ученый совет соберется. И они будут смотреть, что ты там сделал, куда там все посмотрят, посчитают. И как бы... Ват! Может, в рай? Нет, к сожалению. В следующий раз.